В деревне Горка в Гродненской области Беларуси живет удивительный батюшка Николай Уляхин, духовное чадо старца Яна Крестьянкина. Три года назад из-за болезни батюшка лишился ноги, но это его не сломило. Сильным духом отец Николай продолжал служить в алтаре, передвигаясь палочкой. Уже 16 лет он настоятель церкви Святого Георгия, построенной в конце 19 века. Пока позволяло здоровье, батюшка служил и в соседней деревне. Но в марте этого года отец Николай неудачно упал и сломал единственную ногу. Теперь передвигаться он может только в коляске. Все у тебя хорошо. Я хоть первый в группу, а считаю, что я здоровее всех здоровее. Жизнерадостный нрав отца Николая, его оптимизм и любовь к людям лучше любой проповеди. Для советов и утешения к нему из Минска приехала в гости братства святителя Спиридона Тремифонского. Меньше задумываюсь, а то пустые мысли ходят в голове. Правда-правда. Я помню, мне такое же сказала мандритан-крестьянка, когда начинал в Псковской области. И улыбнись, а то хмурая как старушка. Поняла? Приезжай сюда, венчаться. Вот тогда будешь плакать, что вышла замуж. Родился батюшка в Полоцке, в семье священника. Пойти по стопам отца и служить в алтаре мечтал с детства, но боялся, что не справится. А служив в армии, Николай женился, родились дети. Но Господь позвал и в 35 лет будущий священник уехал в Псково-Печорский монастырь, где провел полгода, после чего еще пять лет служил дьяконом Варваринской церкви в Печорах. В то время не хватало священников, и вместе со старцем Иоанном Крестьянкиным Николай ездил по приходам Псковской области. Сегодня, в свои 67 лет, отец Николай живет вместе с матушкой в деревенском доме. Живут они скромно, но очень гостеприимно. Если в беде, в бедности человек ищет хорошее для себя, полезное для души, Бога, он счастлив. Ему ничего не надо. Когда денег нет, тогда все счастливы. Ничего никуда не надо. По соседству с деревней стоит хутор, где отцу Николаю всегда рады. Пчеловод Григорий держит здесь 45 улев и еще два, специально для батюшки. А пророк Исаия 10 тысяч лет сказал, проклятый дом, где руходит женщина. Поняли? Потому что она за мужем и взята от ребра. Но он должен любить ее, как свое тело. Своё тело, если ущипнешь, больно. А чего ж он ей больно делает? А чего она ему делает больно? Несмотря на все невзгоды, отец Николай живет с радостью и с оптимизмом смотрит в будущее. Мечтает о немецком протезе для ноги. И о том, что однажды он ремонтирует храм. Верит, что Господь пошлет и средства, и помощников. Белорусский православный портал Собор Бай для телеканала Союз.